Добрый день! Сегодня у нас 131 серия, называется «Алгоритм перехода. Шестая часть». В прошлых сериях алгоритмы перехода были следующей идеей. Первая идея. Чтобы в кризисе избежать диктатуры, надо до кризиса создать и обсудить алгоритм перехода, которому мы будем следовать в ходе кризиса. Вторая идея. Алгоритм должен привести к обновлению депутатского корпуса на 100%, а также губернаторов, мэров и глав территорий. Третья идея. Как при этом можно избежать гражданской войны? И зачем тут нужны иностранцы? Об этом было подробно рассказано в прошлой серии. И, наконец, четвертое. Что делать с судебно-правовой системой? Был поставлен вопрос, и теперь нам нужен ответ. Ну, сначала рассмотрим еще один такой теоретический разворот, как устроены системы из людей. Люди внутри системы непременно поставлены в некоторые структурные рамки. И вот если мы рассматриваем избираемую власть, депутатов, мэров, то у них возможны две рамки. Вот рамка слева, как она существует в сегодняшней России, плохая рамка. А рамка справа, какая она должна быть, хорошая. Посмотрите, в чем разница. Левая рамка сегодня полная зависимость от начальника и абсолютное отсутствие связи с избирателем. А рамка, которая нужна, полное отсутствие связи с начальником и тесная взаимная связь с избирателем. Это другая рамка. Как же нам обеспечить связь с избирателем? Я думаю, вот как. Во-первых, все решения, которые предлагали, за которые голосовал депутат, публикуются на его сайте. Второе. Если избиратели решили, что избранный имя депутат, или мэр, или губернатор, предлагает или голосует за решение, которое им не нравится, они могут вызвать его на публичные дебаты, которые должны состояться не позднее, чем через две недели после вызова. В конце дебата ведущий подводит итог. Если зрители считают, что депутат проиграл, то тут же назначаются перевыборы. Участвует вдвое сам депутат и его противник на дебатах, или один из его команды. Выборы проходят в месячный срок. Депутат может вызвать оппонента на повторные дебаты, которые должны состояться до дня выборов. Выводы. Качество системы из людей определяется двумя факторами. Типом людей, занявших места в системе, и типом структурной рамки. Качество людей можно поправить тотальным обновлением. Однако плохая структурная рамка приводит к быстрой порте человеческого материала. Наоборот, хорошая рамка предохраняет содержимое от порчи. Ну, наконец-то, перейдем к теме про независимый суд. Где же нам его взять? Я буду пользоваться термином не суд, а судебно-правовая система, сокращенная СПС. Вот тут на картинке примерно показано, в каком она находится состоянии в современной России. Дело в том, что в судебно-правовой системе структурная рамка гораздо более сложная. Вот вся система состоится из четырех компонент, один из которых люди, но есть еще три компонента, составляющие рамку. Во-первых, есть определенный круговорот судебных решений, порядок рассмотрения дел, апелляции, касации, решения старших инстанций, решения младших инстанций, определенный порядок судопроизводства. Все это вот в этом квадратике, с одной стороны. С другой стороны, есть свод законов. Конституция какая-никакая. Законы, подзаконные акты, дополнения, уточнения, должностные инструкции, которые уточняют законы и так далее. Все это объединяется в квадратике, который я называю свод законов. Но самое главное, еще есть еще одна компонента, которую я называю круговорот законов. Как принимаются новые законы, как исполняются старые законы, как контролируется выполнение и неуполнение законов, кто имит право вносить, как происходит процесс утверждения и прочее, прочее. Это отдельный блок, который тут обозначен как круговорот законов. Так вот, дело в том, что все компоненты испорчены до последней степени, их надо менять быстро и одновременно. Судьи ведут себя как дрессированные мартышки, круговорот судебных решений – это источник абсурда, круговорот законов – это источник зла и хаоса, а свод законов сочетает в себя хаос, абсурд и источник зла. Выводы. Сложность и запущенность этой системы требуют срочных действий, необходимы новые идеи, необходимы продуманные поэтапные действия и необходимы тщательно согласованные процессы, идущие в разных частях системы. Подробно поговорим об этом в следующих сериях. На сегодня все. Пишите комментарии, ставьте лайки, шарьте, жмите колокольчик. До свидания. Продолжение следует. До новых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует...